Из 75 одинаковых по виду колец одно кольцо, и мы не знаем какое именно, отличается по массе от остальных. За два взвешивания на чашечных весах определите, легче или тяжелее это кольцо, чем остальные. Вы не обязаны определять, какое именно кольцо легче. Значит, ребята, обратите, пожалуйста, внимание, если у вас 75 колец, то нереально за два взвешивания определить, какое именно из них. Потому что 75 слишком большое число, а взвешивания, они делят общее количество вариантов всего лишь на три части, а именно равно, легче или тяжелее. Поэтому определить, какое именно кольцо, невозможно. Но легче оно или тяжелее, определить можно за два взвешивания. Вы будете делить на две кучки, только одно кольцо оставим. Если эти две кучки равны, то мы взвешиваем одну монету из кучки и вот эту монету. Если эта монета легче, то, если другая монета легче, значит она не легкая, а если тяжелее, значит тяжелее. Мы не знаем, какая именно отличается. Перед нами 75 по виду одинаковых монет. Монеты по своему виду одинаковые. Нужно разделить на две горсти равных. Это невозможно. 75 невозможно разделить на две равные горсти. Может 75, что нечемное. Сегодняшние задачи для вас так же тяжелы, как для одиннадцатиклассников. Потому что ничего, кроме здравого смысла, не нужно. Что такое меньше-больше, тяжелее-легче, вы знаете ровно так же, как знают ваши родители и так же, как знают ваши бабушки и дедушки. Кроме этого, не нужно знать ничего. Кстати, потом та же самая задача будет про 101. А если хотите, и про какое-то другое число мы ее решим. В общем, смысл такой. Много одинаковых по виду колец. Известно, что одно из них отличается от остальных. Но непонятно, в какую сторону. Легче или лезче. Требуется за два взвешивания это узнать. Каждый раз хотите взвешивать одно колечко, хотите несколько штук. Ну, единственное, скажем, взвешивать, положив на одну чашку весов пять колец, а на другую пятнадцать, бесполезно. Потому что, если разница в весе и есть, то она все-таки не такая большая. Имеется в виду, что кто-то просто взял и одну из колец сделал по виду таким же, а по массе чуть-чуть ошибся. Ну, например, сделал из другого материала, или, я не знаю, внутри какая-то полость, или наоборот, что-то такое тяжелое листало. В общем, смысл простой. Что по виду они одинаковые. Делили вот с 70 лет на две группы. Получается, что одна группа больше на одну колечко. То есть, если одна группа, которая меньше, если они равны, а группа, в которой больше, то там, где больше, то есть. Кровенная глупость. Взвешивать когда-нибудь в форму колец бессмысленно. Потому что, наверняка, та чашка, на которой больше, она перевесит. Представьте себе, что, скажем, кольца весят по 10 граммов каждая, а вот отличающееся, оно то ли 9, то ли 11 граммов. Представьте такую ситуацию. Тогда, разумеется, если на одной чашке больше колец, то все, эта чашка уже тяжелее. Разделить на три кучки по 25 колец. Да. Только я против слова «надо». Давайте скажем слово «можно». Можно разделить на три кучки по 25. Можно. Не знаю, зачем это вам, но действительно нужно. Дальше. Сначала надо взвесить первые две кучки по 25 колец. Взвешиваем вот эти две. Хорошо. Возможны два варианта. Либо равно, либо неравно. Ну, давайте, для определенности, пусть скажем, в данном случае, левая кучка легче, чем правая. Хорошо. Что будете делать в этом случае? В случае равно. В случае равенства. В случае равенства. Мы взвешиваем другую кучку с третьей. Одну из этих взвешиваем с третьей. А-а-а, я понял. Равенство уже невозможно, потому что фальшивое кольцо где-то должно быть. Если здесь равенство, значит здесь нет фальшивого кольца, значит оно здесь. Поэтому действительно будет или меньше, или больше. Отлично. В случае, как знака больше, у нас фальшивое кольцо легче. А в случае, если знак меньше, то фальшивое кольцо тяжелее. Отлично. А в этом случае, каким реалом? В другом случае. Опять взвешиваем вот эти две. Да. И если они равны, то значит первая кучка... Если равны, то фальшивые здесь, и фальшивые легче. Отлично. А есть вот такой знак. Если эта кучка перевесила... Тогда оно будет последнее. Тогда эти настоящие, а эта фальшивая. Здесь есть фальшивая. Боль. И если здесь есть фальшивая, то она что? Боль. Она тяжелее. Отлично. Так, а знак меньше? А знак меньше... Смотрите, эта кучка тяжелее этой, А эта тяжелее... А тут возможно. Невозможно. Вот этот знак невозможен. Потому что это означало бы, что у нас хотя бы два должно быть большого кольца. Ну что, молодцы. Теперь абсолютно то же самое, пожалуйста, для 101-го. То есть не 75. Число 75 замечает это тем, что оно делится на три. Правильно? Да. Мы сумели разделить на три кучки по 25, каждый из них. А вот теперь пусть число не делится на три. Сможете в таком случае? Можно разделить на какой-нибудь? Да. Мне кажется, что если одно кольцо убрать, разделить на 50 и 50 конец. Нужно одно кольцо убрать. Стоп! Я уже говорил. Я не устану этому вас учить. Ребята, слово «муж» очень обязывающее. Понимаете? Если вам говорят «нужно ехать на метро», то это значит, что ни на самолете, ни на машине ни на чем не доедешь. Доедешь только на метро. Поняли? Если вы сейчас говорите «нужно разделить», то это означает, что вы доказали, что никакого другого способа решить задачу нет. Я не верю, что вы это доказали. Более того, я знаю другой способ решения. Поэтому это значит, что неправда то, что вы говорите. Нет, не нужно. А говорить надо так. Я разделю. Или можно разделить. Между прочим, ребята, вы не обращали внимание на пустую языку? Очень часто используется частица «вся». Никогда не задумывались? Очень часто. Смотрите. Скажу. Сейчас такой-то человек арестобывается. Не слышно никогда такое выражение? Расстреливается. Не помните, откуда это возникло? Это составность репрессий, ребята. Когда страшно важно было объяснить, что это не... И очень серьезно, да? Когда нужно было снять персональную ответственность. Пожалуйста, если вы не хотите арестовать «ся» или, еще хуже, расстрелять «ся» когда-нибудь, да? А потом самое интересное, что следов-то не найдешь. Действительно, он арестовался. Сам. Нарезал на себя наручники, да? Вот. Так вот, господа, чтобы этого не было, чтобы те ужасы не повторились, надо следить, извините, и за русским языком тоже. Нет, извините. Это он был арестован. Понимаете? Это там вашего дедушку. Не он сам себя. А это, извините, его. Так вот, господа, то же самое. Не нужно. А как говорят? Можно. Я так сделаю. Должна быть персональная ответственность. Я так сделаю. Я отложу один в сторону, и остальные разделю на две кучки по 50. Пожалуйста. Дальше можно узнать, какая из них, если какая-то перебежка, то тогда можно, то тогда можно считать. Нет, опять-то написать случай. Давайте, быстренько. Значит, один шарик откладываем в сторону. Это не на мысль. Потому что если не делится по повалкам, то почему бы не отложить? Здесь у нас 50, здесь 50, и возможны варианты. Либо равенство, либо такая ситуация. Значит, по-прежнему один в стороне, и здесь не равенство. Ну, например, так. В каждом из этих случаев вы должны объяснить, что делать. В случае равенства. Самый простой случай. В случае равенства сразу можно понять, что именно это кольцо... Конечно, конечно. Именно отложенное кольцо фальшивое. Потому что фальшивое было только одно кольцо. И если бы оно было среди 50, то сразу бы это было видно. Замечательно. Значит, оно фальшивое. И что мы делаем? Его взвешиваем с любым настоящим. У нас есть здесь 100 штук настоящих колец. Взвешиваем с любым настоящим. Ну и, соответственно, выясняем. Если оно легче, то он же легче ездит. Если же легче, то он же легче. Понял. А вот на одном интересе и здесь. Здесь... Здесь... Ну, можно сделать так. На самом деле, вы предложили правильное первое взвешивание. В смысле, что возможны и другие варианты, но это тоже правильно. Но вы не поняли, что делать в данном взвешивании. А кольцо-то больше получается? Значит, здесь получается фальшивое кольцо. Да нет же. Это вы все думаете, что кольцо сделано из золота, и кто-то его там вот пилил. Нет. Фальшивое может быть в другом смысле. Ну, как вам сказать... Представьте себе, что оно должно быть абсолютно таким, и тяжелее, и легче это все ошибка, это все плохо. У нас в задаче не сказано, что... У нас цель сейчас узнать фальшивое легче или тяжелее. Одну половину, если они будут равны, значит, в другой половине есть кольцо, которое неправильное кольцо. Если они будут не равны, значит... Молодец. Все правильно. Действительно, мы берем, ну, например, делим на 25, 25. И производим взвешивание. Если окажется равенство, значит, все эти кольца были настоящие, значит, фальшивое здесь, и оно легче будет. Если же там будет неравенство, значит, там было фальшивое, и значит, оно тяжелее. Это? Отлично. Решил. Ребята, поскольку я вижу, что немножко это тяжело для вас, давайте сейчас изменить число. Ну, назовите. 45. 45, отлично. Кто быстро расслабил решение для 45? Так, ну и давайте от меня еще будет вам 46. Давай. 45 разделить на 3 равных кучки. Ну, дальше я помню. Взвесить первую, вторую и вторую, третью. Правильно? И все получится. Отлично. От числа 45 решили. А, сам я прошу сетью. Выходите на снять. Что делать, если 46? Надо 46. Прекратите это слово «надо». Если вы хотя бы этому научитесь на этом моем кучке, будет уже хорошо. 46 разделил на 2 кучки по 23 в каждой. Дальше. И на весы. И какая кучка будет тяжелее? Да. За 10. Не решил. Я думаю, что 46, наверное, что 46, конечно, то есть 3, но на 3 кучки. И 1, 3 кучки. Итак, вы делите каким образом? 15, 15, 15 и 1, так? Очень-очень. Имеет право. 15, 15, 15 и 1. Дальше. Что будете взвешивать? Так вот. Все двигатели? Сначала две, потом третью. Ну хорошо. Сначала первое дело. Представьте себе, что равенство или больше. Что вы будете делать в этом случае, если равенство? Что с чем взвешиваться? Если тут равенство, то это не знакомо. То представьте себе, что это фальшивое. Одно из этих двух. То есть фальшивое или здесь, или здесь. И что вы сделаете? Я взвешиваю. Это не только стандартное, но и в том. А, ну а пульс? И вы не узнаете, легче она или тяжелее. Ваша цель – узнать фальшивая монета легче или тяжелее. Поэтому она обязана участвовать во взвешивании. А при вашей системе она ни разу не будет участвовать. Ну и значит, вы это не узнаете. Обратите внимание. В книжке написаны два примера. 75 и 101. То есть, когда оказалось, что этих двух примеров достаточно. Выяснилось, что нет. Мы с вами разобрали числа 75 и 101. И выяснилось, что вы про 46 не понимаете. Значит, вы те задачи, те две, про 75 и про 101, не до конца помните. Вспоминайте решение, ребята, пожалуйста. И примерно так же решите задачу про 46. Можно 1 кольцо 46 отложить в сторону. Отложили дальше. Разделить на 3. Будет 3. Понятно. Так же, как предыдущий человек, вы хотите разделить на 3 группы по 15 и отложить одно кольцо в сторону. Дальше. Можно сравнить первую, вторую группу. Сравнил. Получил или равенство, или неравенство. Ну, например, так. Дальше. Если же будет равенство, можно сравнить вторую, третью группу. Я уже объяснял, что если у вас хотя бы одно кольцо, не в час будет повзвешено, то уже задача не будет решена. Потому что если именно оно окажется фальшивым, то вы никогда не узнаете, оно легче или тяжелее. Садитесь, пожалуйста. Вы не решили задачу. Довольно часто я что-то рассказываю в дирекции, но вот сегодня у вас решение задачи. Поверьте, это тоже очень полезно, это тоже очень нужно. 46. Надо разобраться, как за два взвешивания узнать, фальшивое легче или тяжелее. Мысль, которая уже много раз прозвучало. Все кольца в обязательном порядке должны участвовать. Потому что если вы взвесите только 45, то есть случаи равенства, если они все окажутся настоящими, хочу хорошую любовь. 46 разделить на 20, 20 и 6. Хорошо. Потом 10 и 20. Да. Если будет равно, соответственно, 6. Мы сравниваем 1 из 20 с 6. Ну, из 20 6 и сравниваем с 6. А, я понял. Смотрите. Если равенство, то мы уже точно знаем, что все эти 40 штук настоящие. Выбираем из них любые 6, взвешиваем с этими, и узнаем, фальшивое легче или тяжелее. Кстати, не обязательно было делить 20 и 26. Точно так же, когда 15 и 15 взвешиваемые равенства, они все 30 оказываются настоящими. Из них можно было выбрать 16 штук, и с этими 16 взвешиваемся. Соответственно, если бы ведь 16 оказались легче, то тогда... Поняли? Фальшивое было бы легче. Если бы они оказались тяжелее, то фальшивое было бы тяжелее. Все. Со случаем равенства и в этом решении, и в этом решении все понятно. Теперь случай не равенства. Например, так. Левые 20 штук оказались легче, чем правые 20. И мы эти 20 делим на 10 и 10. Если... Молодец. Все правильно. Смотрите, что он догадался. Он догадался, что уже фальшивое среди выбранных 40 штук. Правильно? Если не равенства, то фальшивое или здесь, или здесь. И просто решил узнать, где же она, слева или справа. Для этого разделил эти 20 по 10 штук. То есть, вот, например, левые 20 разделил 10 из 10. Если равенства, значит, они все настоящие. Если не равенства, значит, фальшивое там. Молодец. А если 50 не равенства. Да, да, да. Все уже все правильно. Спасибо. Всякий случай. Можно было и так. Смотрите. Если у нас вот такая ситуация. Если эти 15 оказались тяжелее эти 15. То это значит, что вот все эти уже настоящие. А если они настоящие, то можно прямо взять и вот эти 15 штук, например, с этими сравнить. И тогда вы знаете, вот эти вот настоящие или фальшивые. Спасибо.